Мы находимся в магазине, немного покажу цен, цены, какие здесь в магазине. Много снимать не буду, но вдруг вам понравится. Мыло. Это все дезинфекции для шампуня. Вообще-то цены не сказать, чтобы дешевые. Смотри, пакет правее. Это какой? Ну, вкусно запахнет. Это какой-то неизвестной фирмы Евро-30. Почему? Это фрутиз. Он и в России продается тоже. Вот какие-то местные. За 99 можно купить шампуни. Нет, это не супер-щетки, это простые. Ну вот и началась еда. Оливки. Большая бутылка-триску. Оливки с анчоусами, наверное. Оливки с анчоусами, наверное. Сейчас мы идем к напиткам. Как отсвечивает? Да. Ну, шампанское. Нет, это не шампанское. Это вина. Оливки с анчоусами. Какие-то алкогольные напитки. Они не все знают. Оливки с анчоусами. Оливки с анчоусами. Вот Ром. 5.95, 10. А нет. 10.95. 10.95. 10.95. 10.95. А, вот балантай, виски балантай стоит 11.25, кстати, недорого. Рис, кстати, дороже, чем в Германии. Сейчас пошли колбасы. Интересно, так выставлено в такой вид. Нет, точнее, вот это сыры. На каждом сыре показана, какая цена. Давайте посмотрим. 13.80, а килограмм сколько стоит? А килограмм стоит 8 евро. А что, цены на каждой упаковке, да? Нам надо найти нарезанное. Интересно, и нарезка тут есть, вот кусочками есть, а вот нарезка, это получается 200 грамм, 150 грамм. Евро 59. Надо быть какие-то испанские сыры. Сейчас поищем испанские сыры. То есть выбор очень большой. 8 евро. А это уже бутерброды с сыром. А, это вот этот сладкий, мягкий сыр. 9.50, кстати, стоит. С готовым блюдом мы пришли. Это получается все пиццы. Да, это все пиццы. 2.25. Маленькие 2.35 евро. Здесь все в евро. Ну, выбор пицц очень большой, и цены, как видите, тоже разнятся. Вот они, местные колбасы. Вот эту отель и давали очень вкусная. Получается сырокопченая. Ну, жестковата немножко, кто не любит, конечно, не понравится. Видимо, с хамоном, да? Ну, все это за 100 грамм. Так, сейчас отдел с рыбами, с анчоусами. Ну, какое интересное. Ну, это тоже готовое блюдо. Ну, в принципе, можно взять. Сколько они стоят? 1.90 евро. А это икра типа черной? Да нет. Больно дешево. Нет, это похоже на шпроты. Это сардина, Марина. Это... Это... Реально, а чё? Там чёрсы. Чёрсы, там чёрсы. Это за 100 грамм? Нет, это сардина. Это сардина. Ой, красная. А красная рыба, она идет по акции. Я уже, наверное, показывала. Нет, на 100 грамм. А цена? Или это ее цена? Ну, непонятно. Вот написано что-то, а непонятно что-то. Что мне взять? Ну, возьми. Это они вместе? Вот это хамон. Его дают в отеле. Вот это хамон. Его дают в отеле. Тоже. Но я ещё не ела. Но интересно. Один килограмм сорок шесть хамон. Тридцать пять. Это, видимо, кусочки. У меня тоже написано один килограмм. А чем они отличаются? Вот тут вот килограмм 16-80. Чего? Шесть евро. А сколько? Шесть евро за сколько? 300... 15 евро килограмм. А, ну, это получается как сыро-копченая колбаса. Как хамон тоже. Так, ну, ещё сыры. Это сыры, которые можно нарезать. Тоже, по-моему, да, всё за килограмм. И опять уже другой хамон. Как-то выглядит более аппетитно. Тот экзотический вариант. А это колбасы пошли в нарезку, которую можно взять. Кстати, вот такую колбасу у нас тоже в отеле дают, но она поменьше. Тоже не пробую. А, а это на холодец похоже. Так, сейчас пошло мясо. Говядина. Тоже, кстати, цена. Штыршки. 17 килограмм. А вот эти-то миндальоны, они подороже идут. 9-12 килограмм. Это кролик. 6,33. Стоит килограмм. 140 грамм. Получается около пяти, что ли. Это идёт курица. Почему-то какая-то жёлтая. Это курица обычная. Это обычная курица 3,21 за килограмм 3,55. А вот эта жёлтая сколько стоит? Килограмм 5,15. А эта вот курица 4,95. Это целая курица стоит 2,49. А, ну ещё свинину посмотрю. Свинина стоит 5,95. А килограмм 6,50. Тоже разные цены и разные этики. Индюк. Индюшачья лапка. Стоит 3,85 за килограмм. Кусок 3,45. Чуть меньше килограмма. Это всё тоже получает индюшачья. Да. 4,90. Курица вырезка. 2,38. Вот такие цены на малярки. Ну и ещё покажу вам овощи. Артишоки стоят 3,49. О, какой перец. Вот это перец. Да, сколько он стоит 2,39 за килограмм. Ну, перец, конечно, вообще. Цена нормальная. Ну да. Евро 20,5 килограмма. Так, давай ещё хочу... А, тоже зелёный. Смотри, какой евро 89. И такой большой. Ну да, почти. Пол моей руки. Баклажаны евро 99. Цена капуста тоже большая. Евро 89. Ну, короче, всё есть, что есть. Что едят и в России, и во всём мире. А, я хотела ещё показать фрукты. Вот виноград. Вот виноград получается. Крупный виноград. 2,49. Клубника. Тоже 2,49. Сезон уже, в принципе, закончился. А, да, есть виноград синий. Наверное, Изабелла. Сколько он стоит? 3,06. 800 грамм. 3,79 килограмм. А, нарезанные ананасы. Миноград. Четыре, как германия. 400 грамм. 2,19. Это красный. Рубниках дороже, чем в Германии. Вот какой-то овощ. Что это такое? Юка. Что это такое? Не знаю. Сколько это Юка стоит? Юка. 2,25. Помидоры стоят 2,50. 2 килограмма. То есть... О! Ну, это не обязательно, что вкусные, кстати. В Германии тоже их продают. Они невкусные. Сколько оно стоит? 2,49. Картошка. О, свежая картошка. Смотри, какая крупная. Почему ее тут продают, а... Тут нет. А в Германии есть ограничения. Картошку все продают одинакового размера. Здесь. А тут вот тоже картошка. В магазине попросили не снимать. Я хотела бы вам сказать еще, что купили сок свежевыжатый. Прямо при нас сами выжимали. Автомат хорошо работает. И вот литр такого сока апельсинового, свежевыжатого, стоит 2,99. Там можно взять разные объемы. От 250 грамм до литра. В В мы пришли с магазина это мы в соседнем магазине закупились которые буквально соседнем отеле находится на первом этаже вот эта покупочка у нам обошлась в 5 евро большая бутылка стоит 85 центов пила там акция 330 грамм 40 центов бутылка вот эта вода 60 центов пол-литра и радлер сколько он стоит 45 но не акция 45 центов и вся покупка обошлась 5 евро вот мы пришли с магазина на малерки вся покупка у нас обошлась 29 29 автора круглая цена вот что мы купили это получается подарочки ну что-то здесь поедем и сюда конечно еще входит свежевыжатый сок а море продолжает волноваться сегодня мы не купались была возможность походить по городу полюбоваться достопримечательностями сходить магазин спасибо большое что были со мной надеюсь что вам видео понравилось до новых встреч друзья пока пока всем здоровья благополучия